Друзья, смотрите, у нас здесь участники, кто-то первый раз прошел суперджам, кто-то второй раз, кто-то третий раз, разные будут участники, да, то есть и на разном уровне энергии, осознанности, это замечательно, но один раз пройдя тренировку суперджам происходит уже распаковка человека, происходит вот это, знаете, осознание этого, знаете, ментального своего внутреннего состояния, что ты можешь им управлять, вот этими мыслями, чувствами, состояниями, что очень важно в наш быстро изменяющийся мир, да, мир меняется быстро, новости разные, информация, а как этим управлять, пожалуйста, есть методика суперджам, которая дает прям твердые инструменты, чтобы быть всегда в ресурсном состоянии, всегда от слова и управлять этими состояниями, итак, друзья, давайте дальше буду передавать слово, и давайте Линаре поаплодируем, друзья, да, громко-громко поблагодарим ее за ее выступление, то есть она прям дала спич большой, ребят, давайте так, 3-4 минуточки, хорошо, прям регламент такой, 3-4 минутки выступления, ребят, спич, вот прям расскажите про себя, кто вы, откуда, чем занимались раньше, прошли суперджам, что произошло, ну и там можете слова благодарности своим там сказать ребятам, кто вас сюда позвал, хорошо, итак, друзья, давайте дальше буду передавать слово, и у нас сейчас на сцену выходит Виктория, уже разгорячен от микрофона, летит к Виктории, Бадыева, Виктория, то есть это город прохладный, Виктория, подключайся. Благодарю, Роберт, благодарю всех собравшихся, кто сегодня пришел, меня зовут Виктория, мне 29 лет, я из города прохладного Кабардино-Балкария, я мама троих детей и бывшим менеджер по продажам, в последнее время, в последние полгода позволила себе посидеть в декрете. Ну, начнем с того, что пришла, в каком состоянии я пришла в суперджам. Сложно было себе признаться, сложно было признавать людям, и даже вот сейчас я говорю об этом с легкостью. Я пришла в состояние депрессии, у меня была энергия на низком уровне, очень на низком, то есть ты когда уже проснулся, ты уже устал. Так как я мама троих детей, а дети маленькие, вот самый старший у меня 9 лет, самому младшему ребенку год, школа, у меня второй год подряд первоклассник, да, и это, конечно, очень сильно выводит из колеи, и особенно, ну, женщины сейчас многие поймут, когда ты после родов, это все дает о себе знать, и я очень сильно кричала на детей. Я, последний мой пик был, я реально звонила маме, вот мне до сих пор за это стыдно, но, видимо, так и должно было быть. Я звонила своей маме и говорила, мама, я их убью. Вот это реально было со мной, и у меня муж, когда зашел, он был в шоке, он мне говорит, Вик, тебе, наверное, уже надо обратиться к психоаналитику, к психиатру. И на тот момент, ну, как бы, это вот было буквально перед знакомством с Суперджамп, и встречается у меня на пути Роберт, мы с ним созваниваемся, и Роберт говорит, приходи, попробуй. И, конечно, я не признаю в себе эти проблемы, но думаю, ладно, если пойду, попробую, а вдруг мне поможет. Узнаю, что там за такая методика. Я когда-то слышала, работав в школе Руслана Фаршатова в медиафитнесе, ну, часто проходили ребята, которые занимались Суперджампом, но я никогда не вникала, что это. И я думаю, ну, пойду попробую, что это за 8 таких тренировок, что ж мы там будем делать. И я очень благодарна себе за этот выбор, и очень благодарна Роберту за то, что он меня позвал, за то, что я доверилась и пришла. В итоге, что изменилось в моей жизни? Вот уже была моя вторая тренировка, подошла к концу. За 20 дней у меня, я практически перестала кричать на детей. То есть, если я сейчас уже даже кричу, но это уже в крайнем сроке, и это уже не как бешеная истеричка, бешеная мать, а просто с небольшим повышением голоса, чтобы они меня поняли, услышали. У меня уровень энергии поднялся. На самом деле, я раньше не могла подумать, что в жизни настолько все легко и просто. Ребята, вы просто поверьте, что вот реально все настолько легко. И в это состояние надо прийти. И как раз вот это состояние мне дал Суперджамп. Я называю это состояние Суперсилы, состояние Творца, когда ты можешь идти, творить и быть реально Творцом в своей жизни и относиться к жизни творчески. Дальше, конечно, у меня про энергию я сказала. И вот это все, поднятие энергии. А в последнее, что я отследила, у меня прошли головные боли. Раньше я постоянно, ну, как бы меня беспокоили головные боли, я не знала, с чем это связано. Ходить никуда не ходила, но вот сейчас я понимаю, что головные боли тоже прошли. Состояние в целом улучшилось. Улучшилось даже, я смотрю в зеркало на свое тело, думаю, блин, какое оно классное. Улучшилось тело на самом деле, оно подтянулось. Я знаю почему, потому что есть одно классное упражнение. И оно вот так влияет. И в целом все кругом поменялось. Улучшились отношения в семье. Улучшились, как бы доходы стали приходить, стали приходить новые люди и новые возможности. Каждый день у меня какое-то новое предложение. Каждый день вокруг меня крутится мир. То есть я теперь магнит для всех окружающих. Люди тянутся и приходят ко мне. И это классно. И я осознала свою искреннюю цель, которую, да, деньги – это круто. Деньги – это свобода, которая дает нам выбор. И у меня ушло состояние потребителя, когда хочу, 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 хочу деньги, потому что мне надо то. А я сейчас знаю ценность, именно которую я хочу. Я хочу, чтобы, точнее, для меня не хочу, для меня важно, чтобы заработать миллионы, чтобы поменять систему. Поменять систему, и люди стали осознанными. Уходит эпоха миллиардов, миллиардеров, олигархов, которые борются за власть и ресурсы. Они кого за собой оставляют? Они оставляют за собой таких же детей, жадных, кровожадных, которые дерутся за ресурсы. А наши дети уже будут другими, потому что мы другие. Мы в них вселяем вот эту вот любовь, вот это вот состояние созидания и отношение к миру экологичное. И отношение в целом везде становится экологичное. И для меня сегодня это важно. Вот. Благодарю, конечно, Роберта. Он лучший наставник. Я очень рада, что вообще в жизни у меня встретился этот человек на пути. И каждый день, каждый день, вот, ребята, у меня есть дневник благодарности. Я пишу Роберту туда свои слова благодарности. Я благодарю и передаю слово великому человеку, лучшему наставнику. Великому, вот, как Ирина сказала, я не всегда говорю мультимиллиардеру. Роберт, ура! Ура! Друзья, давайте поаплодируем Виктории Величайшей, легендарной. Друзья, у нас, мы не можем не говорить такие слова, вот, величайшие, легендарные, доллары, мультимиллиардер. Ребята, это взято у нас из нашей педагогики. Наши педагогики Суперджамп. У нас есть такие педагогические приемы, которые мы берем от разных педагогов величайших. Это собирательные. То есть Суперджамп, это, знаете, собрано все самое лучшее, все, что было придумано за 6 тысяч лет человечеством в области развития человека, в области образования человека. То есть, да, личности человека. То есть, вот, и у нас есть, и в педагогику мы взяли приемы Шалве Александровича Аманашвили. Есть такой величайший педагог, который создал детскую гуманную педагогику. И вот мы оттуда берем со самой лучшей, вот, величайший, легендарный, доллары, мультимиллиардер. Это оттуда. Хорошо, то есть, у нас есть ребята здесь, которые пришли, говорят, что за величайший, что за пафос какой-то, то есть, непонятный. То есть, да, это, ребята, не просто так. У нас просто это прерывается, который, ну, рвется вот этот педагогический прием. Мы не можем их не использовать в речевом обороте в своем. Потому что, ребята, прошли тренировку в Суперджамп, и я сам этим пропитан. Поэтому вы будете это слышать. Ничего, привыкайте, хорошо, кто, особенно у нас новички здесь. Друзья, ну что, давайте дальше буду передавать слово. И сейчас хочу пригласить на сцену. Уже все, уже разгоряченный вообще микрофон полностью, то есть, да, прилетает. Уже, ребята, опять у нас в Крым. Это город, город такой саки есть, то есть, да. И передаю слово Суюнова Лейля. Суюнова Лейля. Лейля, тебе слово. Всем-всем огромный привет из солнечного Крыма. Меня зовут Лейла, я мама троих деток, экономист по образованию. Но жизнь занесла в сетевой маркетинг и очень успешный лидер в сетевом онлайн-магазине, да. Вот. Но есть моменты выгорания, конечно же, потому что люди разные встречаются. И есть такие, я их называю, вампирята. Вот. Ну, вообще, жизнь состоит из вампиров немножечко. Вот. Но в какой-то момент просто меня словили на том, что я действительно была не в ресурсном состоянии. Я не знала восстановить. И, конечно же, пойдя к психологу, он мне сказал, надо работать с состоянием, что-то надо с тобой. Надо себя чем-то баловать. Ну, вот я побаловала себя Робертом. Давайте я так скажу. Вот. Он появился в Инстаграме, конечно. Я так, нет-нет, за ним наблюдала. Мне его усики, конечно, постоянно вызывали. Вот. Мужчина радость такая. Думаю, неужели все так у него постоянно хорошо? Вот. Ну, конечно, он запустил челлендж на миллион. А так как я бешеная сетевичка, нам скажи, где-нибудь потереть, кого-нибудь потрясти и желание исполнится, то мы везде бежим. Вот. И Роберт, это как, знаете, как в Санкт-Петербурге какой-нибудь памятник тереть и говорит, желание исполнится. Вот Роберт как-то тут где-нибудь потереть, может, миллион приплывет, да. Вот. И захотелось тоже в этой сфере миллион... Даже, знаешь, тяжело это миллиардер был. Вы говорите это слово, потому что настолько ты вообще еще не привык это слово говорить. Миллионер, да. А вот ты научил нас говорить слово хотя бы миллиардер. Не мечтать вообще о таких суммах. Вот. И, конечно же, огромная благодарность за то, что все продумано. Я, конечно, об этом говорила и буду говорить. Очень продумано, что группа 10 человек, что собираются вообще разные люди. Для меня было удивление, что достаточно успешные люди собираются здесь. То есть и все ищут энергию, хотят быть в ресурсе, в состоянии. Хотя достаточно там небедные люди здесь вот собираются. И для меня это было тоже каким-то открытием. И думаю, ну, значит, я в правильном русле. Вот. Что для меня суперджампы? Ну, я всегда люблю улыбаться, но 200 вот как бы вот контролировать вот эти улыбки для меня было очень таким заданием интересным. И, конечно же, по здоровью. По здоровью реально что-то происходит. Я еще сама не верю, но думаю, наверное, все это связано со всеми. Вообще все здоровье не зависит от одного упражнения, а зависит от общих вот этих цепочков, которые мы учимся в 8 упражнений делать. И это все дается то состояние и здоровье, которое у нас и получается. Это безмерно благодарно. Я считаю, что очень полезно, конечно, вообще, как бы сказать, очень хочется, чтобы рядышком люди тоже были счастливые. Вот. И чтобы за тобой вот прям вот рядышком с тобой понимали абсолютно простые вещи, люди и шли. Вот. Из-за этого миссию надо себе сделать, конечно, чтобы у меня в окружении появилось тысяча счастливых людей. Вот как-то так. Все. Три минуты закончилось, надеюсь. Все. Всем мира, добра, родное сердце. Роберт Вещай. Благодарю, родное сердце. Давайте поаплодируем Лейле Вещайши легендарной за ее спич, за ее рассказ, как помог Супержамп ей изменить ее жизнь. Это замечательно. Итак, друзья, давайте дальше буду передавать слово. И у нас сейчас на сцену выходит уже город. То есть микрофон улетает в город Сочи. Это у нас Архипов Сергей. Сергей, подключайся, расскажи свою историю, как тебе Супержамп помог. Друзья, я рад всех приветствовать. Рад вас видеть. Многих знаю. И, блин, ну, честно сказать, очень круто. Это кардинально поменяло мою жизнь. Почему? Потому что из ощущения и видения жизни, которой я хотел бы, чтобы она была, я смог понять, какими инструментами эту жизнь можно создавать. И смог эти инструменты внедрить в себя и даже передавать окружающим через себя, через свой пример, через свой опыт. Я смог наполнить себя силой такой, что смог реализовать тот проект, который я хотел с самого детства. А у меня есть глобальный проект, как и у каждого из вас, я уверен. Я шесть лет осознал, что я хочу заниматься развитием мира. Но я долго не мог запустить этот проект. Я понимал, что лучше всего развивать мир, если вот в 12 лет я осознал, с помощью видео. Потому что видео передают знания от одного в миллионы. И я учился и работал у Тимура Бигмабетова для того, чтобы реализовать эту миссию. И с ним снял более 300 фильмов. И Суперджамп мне помог взять инструменты, наполниться силой, восстановиться. Потому что я очень много снимал презенционных фильмов о заводах, о больших крупных проектах. Но параллельно я очень сильно уставал. Я очень сильно выгорал. Потому что моя душа, она стремилась к тому, чтобы создавать сериалы для людей и о людях. Чтобы вдохновлять каждого, становиться лучшей версией себя. И вот полгода назад примерно, может чуть побольше, Людмила Мамай взяла меня в наставничество. Чему я благодарен. Я сначала у нее прошел тренинг, курс. Почувствовал этот вкус прекрасной жизни. Этот вкус, когда ты сам выбираешь то, как тебе жить. И эти программы мне действительно помогли восстановиться. И они помогли мне запустить энергию и запустить съемки сериала для людей. Для того, чтобы развивать все человечество. И у Роберта я также проходил недавно курс для того, чтобы поднять, вспомнить эту энергию. И для меня суперджамп – это пример того, как можно поменять жизнь свою, поменять жизнь окружающих. Как быть вкладом в жизнь другого человека, даже если всего есть одна минута. Через конкретные инструменты и примеры. И я в своих проектах, в медиапроектах хочу именно показать такой подход, что есть мысли, есть инструменты, есть кейсы и есть результаты в трансформации жизни. То есть я создаю систему Netflix, можно сказать, сериала документально-постановочные, которые показывают героев, живущих среди нас. Я вижу, как совмещение медиатехнологий с наставниками, людьми, которые несут это правильное мышление, правильные инструменты, можно как раз и трансформировать все человечество. Для меня очень сильно откликается идея суперджамп, идея величайшего Роберта в том, чтобы изменить уже сейчас нашу жизнь, всех людей, наших близких, нашей семьи, в то, чтобы радоваться и наслаждаться жизнью. И во всех проектах, которые я создаю, в медиапроектах, я сейчас буду преследовать главную цель. Это развитие мира и развитие человечества через свои медиатехнологии, через свои возможности. И один из проектов, с которым мы сейчас работаем, с Робертом, с Людмилой и с частью наставников, он как раз сериал «Наставники нового поколения. Суперджамп». Это проект, который будет вместе с Суперджамп трансформировать весь мир. И я благодарю за эту возможность, потому что здесь я не только нашел технологии, инструменты и мышление, и энергию, и вот это вот обливание холодной водой кричать в душе. Пусть весь мир будет богатый, пусть весь мир будет здоровый. И реально работает. И так получилось сериал запустить, снять пилотную серию. Сейчас работаем над большой серией «Суперджамп». И так получается находить и команду, и сотрудников, и вас. И вы, блин, такие уникальные. Вот самое главное – это то, что все тренера «Суперджамп» уникальны. У каждого есть своя миссия, свой вклад в развитие мира. Вы, знаете, как изумруды, бриллианты, каждый из вас собран, отсеян и внедрен в «Суперджамп». И поэтому каждый раз, когда мы вот с режиссером, с Адрахимом разговариваем с вами, мы просто в восторге от того, какие вы, какие у вас цели, какие у вас подходы, как вы глубоко чувствуете жизнь, как вы хотите идти на благо развития человечества. И для нас это большая честь – работать вместе с вами. Мы разделяем ценности «Суперджамп» и несем эти ценности. И я часть «Суперджамп». Я тот человек, так скажем, который поможет медийности всего проекта и медийности всех людей, тренеров, которые участвуют в сериале. Я очень рад. Друзья, это целая семья. Вот вы все – это целая семья. Поэтому я благодарю Роберту, благодарю Людмилу за эту возможность быть частью большого проекта. И вместе с вами идти в развитие мира. Потому что один, я понимал, я не справлюсь. А вот с такими наставниками, с такими героями, которые живут среди нас, которые трансформируют людей, у нас все получится, друзья. Замечать, друзья мои. Давайте поаплодируем Сергею, величайшему легендарному. Друзья, вот такая история, друзья. Приходят разные люди. И здесь есть режиссеры, ребята, есть и предприниматели, и традиционный бизнес, и просто домохозяйки, которые приходят и говорят, слушай, классно. И наша жизнь меняется, дополняется. И люди действительно обретают семью. Семью, настоящую семью единомышленников для улучшения своей жизни. И не только своей. Через свою. То есть, естественно, улучшается весь мир. То есть, да, у нас это очень тоже здорово, быть вкладом в этот мир и делать его лучше. От слова лучи. Лучи за армию. Счастливее. Итак, друзья, давайте дальше буду передавать слово. И у нас микрофон уже разгоряченный. После Сергея улетает в город Екатеринбург. К Ольге Плешковой, друзья мои. Давайте поаплодируем Ольге. Ольга, включайся, родное сердце. Да. Где у меня микрофон? Все, слышно, слышно. Включай. Да, отлично. Счастливого дня, дорогие друзья, родные сердца. Меня зовут Ольга, я из Екатеринбурга, работаю врачом. Расскажу о точке А, из которой я вышла в Суперджамп. Моя жизнь полна вся трагических, трагических событий с самого детства. В 8 лет у меня умерла мама. И вся моя последующая детская жизнь и взрослая была наполнена горем. Горьем, горем, несчастьем, недовольством. У всех есть, у меня нет. Обидой. В 37 лет я похоронила сына 8-летнего. И моя депрессия, это было просто что-то неописуемое. Я ничего не хотела, ничего не могла, ничего не могла делать. Все было так плохо. И горевала, плакала. И сейчас уже прошло много времени. И я продолжала плакать, горевать, продолжала нервничать. Все время вспоминала о прошлом. И все время это прокачивало, проигрывало у себя в голове все эти негативы. Много раз я училась на всяких разных курсах. Курсы лидерства, курсы совершенствования, курсы... Я училась саентологии, фэн-шуй. По специальности училась. Массаж, остеопатия, суджок. Но улучшения были лишь кратковременные. Фоновое состояние так и оставалось. Так и оставалась вот эта вот беда, горе, страдания. В 2021 году я решила... Я стала торговать на бирже. Стала заниматься трейдингом. И смотрю, у меня так стало хорошо по ним получаться. И я взяла 1 миллион рублей в банке в долг. Через 2 недели я этот миллион проиграла. Этот миллион проиграла. И, в общем, задолжала еще 1 миллион. В общем, и такого у меня было 2 миллиона долгу. Мне начали звонить из банков. Начали угрожать судебными приставами. Это было вообще караул. Это были суицидальные мысли. Все это... Не знала, что делать мне завтра. Что мне кушать? Я похудела. Кушать было нечего. Похудела 48 килограмм весело. Из этой безвыходной ситуации мне помог выйти Хасан. Говорит, возьми кредитные каникулы. Взяла. А теперь оформлю банкротство. Оформила банкротство. Так, банкротство оформила в 22-м году. Все. Но эмоциональное это состояние осталось прежним. Да, материальных уже осложнений уже нет. Но эмоции, все это все осталось прежнее. Несмотря на свое многочисленное обучение. И вот Хасан меня позвал в суперджамп. Суперджамп. И все. Я уже прохожу, наверное, десятый круг. И самочувствие мое, и состояние мое изменилось на 180 градусов. Действительно. Просыпаюсь. Улыбаюсь. Улыбка становится у меня непроизвольной. Не хочу, но улыбаюсь. И у меня появились новые возможности. Например, перешла на более высокооплачиваемую работу. В семье отношения улучшились. В семье появилось любовь и уважение. Все стало происходить по тому, как я запланировала. Никаких уже осложнений. Никаких трудностей. Все осталось в прошлом. Никаких ошибок. Но я поняла, что этот суперджамп мне помог. Что мы сами хозяева своих мыслей, своих чудов. Хочешь страдать – страдай. А хочешь быть счастливой – будь счастливой. И я поняла, что я еще мало, мало могу представить счастья. На самом деле счастья, благополучия, благоденствия во Вселенной огромное количество, бесконечное количество. А я хочу только вот столько. А можно желать вот столько. Нужно мечтать по-крупному. И я благодарю Хасана. Я благодарю Роберта Ра. Я благодарю вас за суперджамп, за то, что я здесь, и за то, что я меняюсь. И за то, что меняются люди, которые встречаются со мной. Они заходят ко мне в кабинет с улыбкой. И это мне нравится. И они уходят от меня с улыбкой. И когда они снова приходят ко мне, они начинают рассказывать, какие у них улучшения. И люди, которые встречаются со мной, они начинают меняться. Я всех благодарю и желаю счастья и благоденствия всем суперджамповцам, а также всем людям Земли. Передаю разгоряченный микрофон самому миллионерскому миллиардеру Роберту. Друзья, давайте поаплодируем Ольге Плешко, величайшей, легендарной и самой счастливой на свете женщине. Да, друзья, давайте поаплодируем. Ну, круто, друзья. Смотрите, вот действительно, ребят, как нам порой не хватает просто элементарных внутренних, здоровых эмоциональных состояний. И чтобы не просто быть в этих здоровых эмоциональных состояниях, а управлять этими процессами. Выбирать в буквальном смысле слова. И вот как раз суперджамп дает твердые инструменты, чтобы управлять своим внутренним психоэмоциональным состоянием. Дает ментальное образование, ментальное здоровье. И через это меняется мир. То есть через ментальное изобилие, которое формируется у тебя, мечтай по-крупному, мечты, цели, задачи, внутреннее состояние хорошее, улыбаешься уже с утра. То есть, да, это состояние, ментальное изобилие, оно формирует что? Материальное изобилие. Вот как увеличить доходы? Как улучшить отношения в семье? Как улучшить свое здоровье, ребята? Сейчас, да? То есть здоровье, чтобы лучше было. Ребят, в нашем внутреннем состоянии только так. Другого пути вообще нет никакого, друзья. И вот как раз получают твердые инструменты, когда начинает меняться человек. Это круто вообще. Я не сказал на счастлив вообще. Ольга, благодарю за твою историю. Это здорово. Для меня счастье слышать такие истории. Итак, друзья, давайте дальше буду передавать слово. И у нас уже завершающий спикер. Завершающий спикер сегодня. И это у нас Анна Голуб. Анна Голуб, город Москва. Анна, родной теле, подключайся. Всех приветствую. Меня слышно? Отлично. Я уже здесь гость не новый. Многие наверняка уже со мной знакомы. Для тех, кто меня не знает, я расскажу. Я Анна Голуб, Москва-Одивеева. Мне 41 год. У меня четверо детей, двое внуков. Это из плюсов. А из минусов у меня аж три мужа. Я немного волнуюсь, потому что я сегодня и вообще здесь я снимаю себе маску. И я настоящая. Здесь много сейчас моих друзей, моих знакомых. И не все те, которые меня любят. Есть те, которые просто мои злые завистники пришли просто посмотреть на меня. Но несмотря ни на что, я сегодня хочу снять маску и быть настоящей. Я немного волнуюсь, боюсь снова расплакаться. Но сегодня у меня слезы счастья. Я пришла сюда, друзья, не на деньги. Я пришла сюда, потому что я умирала. В буквальном смысле слова. У меня билось сердце, но я была уже не живая. В 9-летнем возрасте я похоронила маму, в 15 я похоронила папу. Оставшись круглой сиротой, я понимала, что я в этой жизни отвечаю сама за себя. Меня кормили старшие сестрички, братья. Но, соответственно, у каждого свои семьи. И пришло время, когда мне нужно было идти в мир одной. В этом мире, в этой жизни я пережила просто все трудности, которые вообще существуют. Пройдя два жесточайших изнасилования, я была травмирована психологически. Я карабкалась в этой жизни, как могла, для того, чтобы выжить изначально. Чуть позже я подросла, у меня появился первый муж, семья, дети. Так как я была плохим капитаном, корабль мой потонул. Я решила во второй корабль в плавание пойти. Вышла второй раз замуж. Не понимая того, что проблема была в том, что я плохой капитан. Я неправильно действовала и от того, что не знала. Я была не научена. Не успели меня родители научить, они рано ушли. Но у меня с детства был страх, потому что мы в очень бедной семье жили. Я очень много трудностей пережила и холод, и голод. И у меня был страх. Я очень не хотела, чтобы мои дети однажды пережили то же самое, что я. И я до безумия ударившаяся в работу, в то, что я должна максимально работать, как лошадь, просто вот с утра до ночи круглосуточно, я пахала. Да, мои дети не нуждались. Да, мы не были голодные. Мы были, слава Богу, одеты, обуты. Я прошла ряд разных обучений, достижений. Нереально есть чем гордиться. Но я дошла до того момента, что у меня дочь средняя закончила модельная, у нее скоро выпускной, и туда нужно прийти с родителями. И однажды она мне говорит, это было не сейчас, это вот немножко раньше было, до момента моего прихода в Суперджамп, до. И она мне говорит, мам, а ты себя в зеркало видела? Как мне с тобой пойти? Мам, мне стыдно. Посмотри на себя. Я упахалась, друзья, до такого состояния, что у меня не то, что там было плюс 25 килограмм, и я была покрытая морщинами, я просто была старой, неуклюжей бабкой. Я забывала, когда я даже расчесывалась от того, что у меня круговорот дел, заботы, работы, все было в голове. Я думала за всех, у меня частный детский сад на данный момент, здесь есть родители моих детишек, которые тоже знают меня, видели, какой я была до сегодняшнего дня, да? У меня сыпалась куча благодарностей. Анна Александровна, вы такая молодец, вы такая труженица, ой-ой-ой, какая вы, ой-ой-ой, как вы к нашим детям. Но я не видела себя. Я себя просто похоронила, моим детям стало стыдно на меня смотреть. И в один момент я поняла, господи, может, как-то что-то остановить. А как? У меня не будет денег, потому что это приносит мне деньги, это вот связка такая. И в какой-то момент я уже рассказывала, что я пришла в Суперджамп, в Суперджампе я купила дом, благодаря Суперджампу я уже выбрала новое авто, я сделала очень крутые повороты, такие взлеты, что просто вообще словами не описать. Но несмотря на это, я пришла в такое состояние, что у меня не было времени на себя, мне не хотелось жить, меня не радовало уже ничто, никакие деньги, я уже ничего не хотела. А в один момент я пришла домой, я упала, друзья, не на кровать, я упала на коридоре, на пол, в коридоре на пол и просто рыдала целый час, не понимая, как это все остановить. Остановить не будет денег, что-то другое, что другое, где это другое взять, что сделать, что изменить, чтобы уже просто хотя бы выспаться, просто выспаться. Меня иногда спрашивали, а вы вообще спите? Я реально просто, я ночами в соцсетях могла еще что-то выкладывать, родителям писать, у меня просто сумасшедшая была. И в какой-то момент я вспомнила, что изначально я проходила Суперджамп-тренировку у Людочки моей замечательной, любимой Людочки. Людочка, я тебя обожаю, ты жизнь моя драгоцаемая, благодарю тебя от всей души. Я пишу, Людочка, можешь, пожалуйста, уделить мне, говорю, каких-то несколько минут поговорить со мной. Я говорю, мне очень плохо, пожалуйста. Людочка говорит, Ань, звони. Я позвонила, я просто начала рыдать в трубку. Говорю, Люд, мне плохо, я не знаю, что делать. Я говорю, устала, у меня нет больше сил, я не хочу больше ни одного садика, ни этих детей, я не хочу ничего. Я хочу просто радоваться тому, что я нравлюсь себе в зеркале. У меня в доме не было зеркал, я не могла на себя уже смотреть, это правда. Здесь много из тех моих друзей сегодня, я знаю, что они здесь. Они знают меня до, они знают меня в это время и знают, какая я стала уже сейчас. Люда, выслушав меня, говорит, Ань, ты посмотри, ну, сама себе задай вопрос, тебе нравится твоя жизнь? А зачем ты живешь этой жизнью? Ты же можешь просто от нее отказаться. Выбери себя, начни жить для себя. Говорит, а как? Ну как, говорю, Ань, ну а деньги, а за что жить? Она говорит, Ань, ты знаешь, говорит, сколько у нас суперджампы зарабатывают люди? Я сейчас не буду рассказывать ни о своих возможностях, ни о возможностях моей наставницы. Пусть мои завистники спят спокойно, а не здесь. Я просто хочу сказать, что когда я ее услышала, она говорит, я тебе все расскажу, научу, помогу, запустим твои тренировки, все, получится. И ты просто перестанешь, как лошадь, бежать по жизни, зарабатывая деньги, а будешь сидеть ухоженная, красивая, счастливая, радостная. То, что я приобрела сейчас. На сегодняшний день у меня за май минус 6 килограмм. Это я здесь плачу на эмоциях. Я хожу, улыбаюсь. Я просто радуюсь. У меня на лагере с детьми отношения. У меня ушли из моей жизни весь вот этот мусор друзей, знакомых, которые были вот этим негативным мусором, вот этим ядом в моей жизни. Они от меня просто отсеялись. Потому что у меня образовалась такая аура счастья, что эта гадость просто не может пробиться в эту ауру больше. Ей просто некомфортно находиться в этой среде счастья, радости и улыбки, которая пребывает во мне каждый день. И сегодня я просто хочу задать вопрос всем девушкам, парням, молодым, в возрасте, неважно. Просто посмотрите на себя в зеркало и ответьте себе вот честно, не на камеру, друзья. Потому что я всегда была тоже сильная. Перед всеми в маску одевала, улыбалась. Я счастливая, у меня все хорошо. Но я приходила домой и плакала в подушку, что я больше не могу так. Я сегодня настоящая. Друзья, я знаю, что вы меня слышите и видите. Здравствуйте, посмотрите правде в глаза. Скажите себе, я счастлива? У вас у всех дома шикарный ремонт, классная мебель. Посмотрите на свою технику или на ее даже отсутствие у вас. На свои габариты, на свою внешность. Что мы имеем, пахая, как лошади, бежа по жизни, несмотря ни вправо, ни влево. И на сегодняшний день я пришла сюда не на деньги. Но я здесь уже счастливая, состоявшаяся, радостная, успешная, благополучная. И за это я благодарю, безусловно, наших создателей. И нашего Владимира, велико уважаемого, глубоко уважаемого. Роберт, вас я просто влюбляюсь каждый день, смотря ваши эфиры. Это без преувеличения. Насколько вы замечательный, грамотный человек. Это просто от души. А Людочка-мамань, это просто мое все. Это все. Это тот человек, который стал мне мамой. Я здесь приобрела семью. Я нашла себя. И я просто прошу всех, каждого, кто еще не вошел, не прошел эту программу. Задайте себе вопрос. Честно. Ты счастлива? Ты счастлива? Тебя все устраивает? Устраивает? Сиди в этом дерьме, в этой яме дальше. Если же ты так же, как и я, понимаешь, что ты врешь окружению, а на самом деле это не так, вы знаете, где меня найти. Спасибо. Я все. Друзья мои, родные сердца, величайшие, легендарные, друзья, вот эта история, друзья, сегодня с сердцем, смотрите, это не запись, ребята, это в прямом эфире, все от сердца. Друзья, вот смотрите, вот сейчас хочу задать вопрос, давайте поаплодируем, ребята, да, то есть Анне величайшей, легендарной, как у нас все будет говорить, ребята, да, это не просто громкие слова, это действительно так. Говорить, ребята, сердцем, говорить от души, ребята, это могут не каждый. Снимать маски, ребята, да, и быть честным, честным перед самим собой, перед людьми, перед обществом, да, это вообще круто, друзья. Быть настоящим, быть самим собой. И супержам действительно делает человека самим собой. Вот было у вас такие состояния, да, вот тебе, наверное, говорили, наверное, вот Анна, ну, дочка тебе говорила, да, мам, ты не настоящая, ты какая-то замученная, ты какая-то не та, ты, то есть, да, вот, понимаете, когда мы злые, обижены, замученные, то есть, ребят, мы не настоящие, а когда ты настоящий, когда ты являешься самим собой, когда ты улыбаешься, когда ты счастливый, когда ты наполнен энергией, когда ты наполнен мечтами, целями и летишь как каратета к ним, вот это ты настоящий, быть настоящим самим собой. И вот Суперджам как раз пробуждает и дает вот эти все инструменты, чтобы быть настоящим сейчас. Задать себе вопрос, кому нужен Суперджам сейчас? Суперджам увеличивает доходы, ребят, да, гарантированные, осуществляются мечты, человек выходит на высокие вибрации, мысли человека начинают воплощаться. Суперджам дает здоровье, улучшаются отношения в семье, восстанавливаются семьи. Мы создали новую педагогическую максимуму, новую философию, новый подход, как сделать человека самодостаточным, счастливым, богатым во всех отношениях. И это, ребята, формируется через ментальное здоровье, только через ментальное здоровье, только через внутренний мир наш. И это можно тренировать и развивать, как мышцы на фитнесе, как на йоге, ребята, гибкость. Но только тут наша личность. Это Суперджам, друзья. Вот если рассказать, да, методика настолько проста, ее может любой освоить, взять в свою жизнь, в свой бизнес, в свою семью, то есть и уже быть сейчас более конкурентоспособным в нашем быстро изменяющемся мире. Потому что, ну, важный процесс сейчас происходит, мир быстро меняется, люди теряют точки опоры, и нам нужны эти точки опоры, то есть каждому человеку. Итак, друзья, что хочу сказать, вас сюда пригласили ваши друзья, гости, да, вот вы как гость пришли сюда, я вам сейчас, знаете, что предлагаю, ребят, вот просто прийти к своим друзьям, кто вас сюда позвал, сказать, друг мой, ну, расскажи, как Суперджам пройти, что это такое, как мне взять эти конкретные преимущества в свою жизнь, вот что для этого нужно, ребят, то есть вот прям постучите сейчас, заберите, хорошо, прям забирайте, ребята, вот это, это очень вас сильно усилит. Ну, а во-вторых, ребята, да, кому-то интересно стать тренером, кому-то интересно быть, помогать людям, кому-то интересно преподавать эту методику, взять свой арсенал, ты можешь быть психолог, коуч, предприниматель, тебе нужно сплачивать команду, тебе нужно вдохновлять людей, тебе нужны инструменты, да, тебе нужно делать людей самодостаточными, счастливыми, потому что счастливые люди зарабатывают гораздо больше, когда у них есть энергия, правильно, ребят, энергия, всем нам нужна энергия, вдохновение. И вот вы можете здесь стать интеллект-тренерами. Звучит это как «я интеллект-тренер». Это кто? Я интеллект-тренер. И это нести в массы через онлайн. Но тоже узнаете у своих друзей, знакомых, кто вас сюда пригласил. Как это, что это происходит. Хорошо? Ну а в первую очередь, ребята, я вам просто рекомендую, можете не становиться интеллект-тренерами, просто пройдите в свою пижам-тренировку для того, чтобы получить эти инструменты навсегда для себя, для своих деток, для своей семьи, для своих родителей и для своего окружения. Хорошо? Ну что, родные сердца, всех вас люблю, всех вас крепко обнимаю, ребят. Ни с кем с вами не прощаюсь. Всем вам говорю, до скорого свидания. Увидимся, услышимся на суперджампах, друзья мои. Это неизбежно, потому что суперджамп нужен людям, как чистый воздух, как чистая вода, ребята. Нам всем нужна энергия, нам всем нужно счастье сейчас, а не завтра, посезавтра. Правильно? И через это счастье становиться еще богаче, еще счастливей и еще более реализованным. Только так, ребят. Ну что, полетели? Полетели, родные сердца, к богатству, к счастью и к всеобщему человеческому процветанию. Увидимся, услышимся на суперджампах, друзья. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok